Сегодня я хочу представить вам изумительную модель, третью модель линейки электросамокатов PET, которая называется PET Cruiser Comfort. Вот эта модель перед вами. Я считаю, что это достаточно элегантная модель в своем классе. Что же здесь в этой модели нового? Эта модель обладает рядом специфических достоинств. А именно, как вы видите, она оснащена вот таким очень комфортным седлом, мягким седлом, на котором приятно сидеть и мечтать, чтобы ничего не крутить, никакие педали, не отталкиваться ногами. Она сбылась частично, потому что самокат этот не стартует с места только при помощи вот этого рычага тяги, предназначенного для управления указательным пальцем. Здесь у нас спидометр, который показывает на шкале максимальную скорость в 60 км в час. Но не будем обольщаться, этот самокат до такой скорости не разгоняется. Но тот, кто знает, что такое скорость, что такое 60 км в час вот на таком аппарате... При такой посадке, при такой остановке, при такой остановке, при таком диаметре колес, я думаю, что не надо такие аппараты оснащать двигателями, способными развивать вот такие критические скорости, как 60 км в час. Этот самокат имеет три ступенчатых скоростных режима, которые предустанавливаются перед тем, как вы отправитесь на нем на прогулку. Эти режимы помогают нам экономить энергию, которой, кстати сказать, у него предостаточно. Этот самокат оснащен настоящим самсунговским, не китайским, а самсунговским, хорошим аккумулятором. 36-ти вольтовым, 9-ти амперным. И это очень неплохой заряд, это очень неплохая мощность. Все-таки эта техника у нас для городского передвижения. Маленькие колеса, дутые колеса, они обеспечивают нам движение по брусчатке, кстати сказать. Это вот преимущество по отношению к самокатам типа дженерик. У них, где жесткие колеса, оба, там есть подвески. Тем не менее, все равно вибрации там передаются. Здесь это гораздо мягче. Гораздо. Итак, значит, особенности. Вот это седло. Седло с амортизатором на этой мачте, я бы сказал. Вот это, по сути, если бы на заднем колесе находился амортизатор. Но его здесь нет. Более того, значит, колеса здесь разные. А именно, первое у нас колесо пневматическое. Это колесо. Вот. Оно накачивается. Вот. И в связи с этим обеспечивает нам при езде повышенную мягкость. В сравнении с другими самокатами. Ну, такими как дженерик. Да. Но дженерик это самокаты другого класса. Это легчайшие самокаты. Они обладают минимальным для транспортных электрических средств весом. Не превышающим 10 килограмм. Этот самокат чуть-чуть потяжелее. Он все-таки поувесистее, я бы сказал. Но ненамного. Не настолько, чтобы его не мог поднять, оторвать от земли. И, я не знаю, вот так. Перенести, положить в багажник мужчину. Я думаю, что даже и женщина это может сделать. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. складывается он примерно вот так вот я складываю руль значит могу его убрать по высоте утопить вот именно это именно это мне нравится с седлом надо вот эту эту клемму отжать дальше вот это седло у нас вынимается и только после этого вот здесь эту муфту я убираю фиксатор складываю это сюда откладываю здесь нажимаю два сатара и все вот у нас самокат готов к тому чтобы его можно было положить в багажник собственного автомобиля или такси также вы его можете вынуть из багажника и в обратном порядке вот у нас оснащен задним тормозом есть стоп-сигнал что здесь еще есть есть у него замечательная фара довольно яркая вполне себе фара есть очень даже хороший сигнал такой сигнал я думаю привлечет внимание и обеспечит безопасность но самое замечательное здесь в этом самокате и это конечно его цветная хотел сказать цвета музыкальная нет ни цвета музыкальной музыки здесь нет а вот такая подсветка вот вы видите да то есть проехать на нем в вечернее время суток это конечно привлечет внимание многих людей и опять же обеспечит вам большую безопасность езды широкая платформа для ног ну то есть я говорю что здесь вот когда я на него сажусь ну это почти как бы маленький скутер стой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok